Приветствую друзья, вы на канале Шаманаидос. А сегодняшний ролик подскажет новичку Warframe, какое оружие на каком ранге вашего развития становится доступным, чтобы вы обратили внимание на некоторое оружие, которое вам в будущем пригодится при создании другого оружия. Для тех кто не знает, зачем прокачивать все оружие в игре, можете найти ответ в предыдущем моем ролике о ранге мастерства. А мы переходим к сути. Итак, прежде всего уточняю, мы обсуждаем все оружие, которое у вас становится доступным с нулевого до 15 ранга мастерства и определяем, какое можно продавать, а какое еще пригодится в будущем в качестве запчасти при крафте иной оружки. Я не даю рекомендации, какое оружие лучше оставить для комфортной игры. Только фарм, только крафт. Нулевой ранг открывает доступ к оружию, часть из которого можно купить в магазине за кредиты, а часть скрафтить или купить за платину. Вот список всего доступного арсенала для тебя, если ты мой друг, только пришел в игру. Из этого списка следует оставить Нинкоди для крафта Шаку, Амфис для ближки второго ранга под названием Сидон, в которой ты еще повстречаешь, Аанкирос или Аанкирос, не знаю как точно это назвать, понадобится для крафта Текко на втором ранге и для создания Рибкас на третьем ранге. Ну и оставьте Буо для создания Типеда, также на третьем ранге. Парная скана пригодится при создании Избавителя на четвертом ранге, И еще парная скана войдет в крафт темного двухклинкового меча. А на седьмом парная скана станет основой для Акджагара. Кракен пригодится на ранге номер пять, когда дойдет черед Кул Стар создавать. Кагаке на седьмом ранге можно будет влить в новое оружие Хирудо. Лато на седьмом ранге используется при создании Болто. Латрон приберегите для Тайберона, когда вы достигнете десятого ранга мастерства. Переходим к первому рангу, где нас ждет вот такая пачка оружия. Из этого списка для создания оружия парные камы потребуется сохранить каму, да еще и не одну, а парочку таких оружий. Посему придется крафтить аж две камы. И второе оружие, которое следует отложить, Магистр, который пригодится на шестом ранге при создании ближки Сибирь. Второй ранг дает доступ вот к этому арсеналу. Оставьте пару копий Бронка для создания Акбронка, а также Болтер для создания Болтес. Еще потребуется сохранить парные Зорины для крафта Парный Басолк на следующем ранге Мастерства. Кунаи потребуется для Типеда на третьем ранге. Парочка Афурисов понадобится для Афуриса на четвертом ранге. Гамма-кор можно влить в Гелиакор, когда доберетесь до девятого ранга. Хико понадобится на седьмом ранге при крафте Пантеры. Остальное оружие качайте и сами решайте, как с ним распорядиться. Третий ранг открывает нам вот что. Сохраните парные Сикачи для крафта Рипкас, а также Лекс в количестве два штука для крафта Аклекс на следующем ранге. Типеда для оружия седьмого ранга Лесион. Галатин на одиннадцатом ранге можно влить в Парацессис. И мы двигаемся дальше. На ранге номер четыре у нас открывается свеженькая пачка оружек. Вот такая вот. Оставляем, ребята, Васта для крафта Избавителя. А еще для Акваста парочку прибереги до восьмого ранга. Итого нам потребуется целых три Васта накрафтить. Пару Гадюк нужно будет влить в создание парных Гадюк на следующем ранге. И пара вторичек Цестра нужна на седьмом ранге для парных Цестер соответственно. Никана пригодится для Дракон Никана на восьмом ранге. И идем дальше. Пятый ранг открывает нам вот такой вот список оружия. Оставляем у себя Крокур в количестве два штука для парных Крокуров на следующем ранге. Драгун для седьмого ранга на крафт Зар. Парочка Грокат для парной Грокаты на девятом ранге. И парочка Камаков для крафта парный Камак. И двигаемся дальше. На шестом ранге мы получаем очередной список оружия. Оставляем про запас парные Камы для парных Рез. Кернун для Муталист Кернун седьмого ранга. Митра понадобится также на седьмом ранге при крафте Пантеры. Подходя к седьмому рангу у нас ожидаемо новое оружие. И здесь мы оставляем на будущее лишь два болта для крафта Акболта. Восьмой ранг расширяет наше меню следующим списком. Мы же оставляем Аксилета для крафта Сарпа на восьмом ранге. И эта же оружие пригодится для Аксомати на девятом ранге. Говоря о девятом ранге, смотрите что у нас тут. Оставьте лишь ваш Акболта для создания Акджагара. Десятый ранг порадует нас неплохим списком новшеств. Оставьте про запас осколок войны, чтобы скрафтить саму войну. И Магнус для Акмагнус на двенадцатом ранге. Одиннадцатый ранг выдает не такой уж большой список. Не забывайте оставить комментарий под видео, лайк и вашу подписку. Буду признателен вам друзья. Двенадцатый ранг открывает доступ к такому вот арсеналу. Оставляйте себе все что пожелаете, для крафта ничего не пригодится. Тринадцатый ранг разрешает использовать пачку прайм оружия. Тут только прайм, так что оставлять нечего в любом случае. Четырнадцатый вот. Ничего тут оставлять у себя снова. Посему переходим к последнему на сегодня, пятнадцатому рангу. Который открывает нам вторичное оружие Акликс Прайм. И тут у нас все. Вы уже сняли все ограничения по арсеналу и можете крафтить любое оружие, в том числе и то, которое не было озвучено сегодня в этом ролике. Как вы поняли, это не полный список оружия из игры, которые вы можете повстречать в Warframe. Если вам нравится это видео и вы желаете увидеть все остальное оружие, которое потребуется вам отложить про запас для крафта на будущее, вы знаете что делать. Активность под видео ускорит выход продолжения этой тематики на моем канале. А с вами был Шаманаидос. Всего вам хорошего, до встречи в Warframe.